В Магнитогорске из-под завалов извлекли тела еще двоих погибших. Общее число жертв 7 человек. Судьба 37 жильцов по-прежнему неизвестна. ЧП в столице после боя курантов. В парке Горького обрушился деревянный переход. На мостике собралось слишком много людей. Есть пострадавшие. И что Новый год нам принесет? Изменения в законодательстве с 1 января 2019-го. Увеличение НДС, акцизов на топливо и не только, а также тарифов ЖКХ. Вы смотрите главные новости на РБК. В студии Анна Заброда. Здравствуйте. Спасатели прекратили разбор завалов на месте обрушения перекрытия и подъезда жилого дома в Магнитогорске. Появилась угроза обвала. Об этом заявили в МЧС. Поисковая операция продолжится после устранения угрозы. Ранее спасатели извлекли тела еще двоих погибших. Общее число жертв – 7 человек. Пятеро опознаны. Местонахождение – 37 человек. Все еще не установлено. Спасателям в Магнитогорске пришлось ускорить работу из-за мороза. Ночью температура опускалась до минус 27. Для разбора завалов задействованы так называемые манипуляторы – техника для акустического поиска. Сохраняется опасность дальнейшего обрушения. Пять человек были госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии. По предварительной версии, причиной обрушения 10-этажного дома стал взрыв газа. Инцидент произошел в понедельник в 6 часов утра по местному времени. 25 квартир были разрушены полностью, 10 частично. Плановое обслуживание здания проводилось в марте, утверждают в Минстрое. В Челябинской области введен режим ЧАЭС. Траур в регионе объявят после завершения спасательных работ. Местные власти выплатят семьям погибших по 100 тысяч рублей, пострадавшим по 50. По словам губернатора, эти суммы могут быть увеличены. И сейчас ищут деньги, чтобы купить пострадавшим новые квартиры. Ускоренно пообещали восстанавливать паспорта жителей этого дома в течение трех часов после обращения. Деревянный переход, на котором собралось слишком много людей, обрушился в столичном парке Горького сразу же после боя курантов. Деревянный переход, на котором собралось много людей,